С рабочим визитом в Ольхонском районе сегодня находится губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. Он уже посетил районную больницу, физкультурно-оздоровительный комплекс и строящийся детский сад. Сейчас в Виланцах работает наша съемочная группа и вот что по телефону передает Татьяна Вересина. Мы приносим извинения за технические неполадки. Сейчас наша съемочная группа работает в Ольхонском районе. И подробную информацию о рабочей поездке Сергея Ерощенко расскажем в ближайшие часы. 200 тысяч жилищных заемщиков смогут получить помощь от государства. Для них предлагают ввести кредитные каникулы. Сегодня в России более 4 миллионов так называемых ипотечников, 20 тысяч из которых валютные. Из них по подсчетам экспертов свыше 200 тысяч не осилят прежние взносы. Это связано с экономическим кризисом. Выход есть, а срочку могут предоставлять банки, получившие от государства страховку на покрытие возможных убытков. При этом заемщик от уплаты долгов будет освобожден не полностью. Ему все же нужно будет вносить минимальный платеж, а это несколько тысяч рублей. Данную меру поддержки в ближайшее время рассмотрят в правительстве России. За детей в ответе, в том числе и материально, комиссия по делам несовершеннолетних Октябрьского округа Иркутска оштрафовала родителей подростков, употреблявших алкоголь на улице и нарушавших комендантский час. В 2014 году зафиксировано около тысячи подобных случаев. Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей. Еще одного черного лесоруба задержали в Приангаре, причем факт незаконной рубки обнаружил участковый. Дело происходило в Заларинском районе. Трактор с прицепленными к нему срубленными деревьями полицейский остановил в 60 километрах от райцентра. Документов на груз у водителя не было, мужчину доставили в ближайший отдел МВД. Там выяснили древесину, 42-летний мужчина вез на собственный участок. Ущерб лесному хозяйству составил 40 тысяч рублей. Холодный воздух из Сибири привел к наводнению в Индонезии. Ливни затопили более 2,5 тысяч домов. Обильные осадки спровоцировало вторжение на акватор огромных масс холодного воздуха из Сибири. Они проникли вплоть до западной части острова Ява. Специалисты в области тропической метеорологии говорят об этом с большой уверенностью. В Иркутске тоже теплеет. Ждем прихода весны. Подробнее же о погоде расскажет моя коллега из программы «Сфера». Вы ее увидите сразу после новостей. А мы встретимся в 2 часа дня. Не переключайтесь.